Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак Мы находимся на пересечении Алтовского шоссе И улицы Декабристов Где я вышла из автобуса Значит здесь автобус идет Оттуда Как вот этот синий идет И поворачивает направо Сейчас автобус повернет И там делает петлю Под эстакадой и выезжает с той стороны Вернее автобус пока выезжает На эстакаду И идет туда дальше и поворачивает В районе дома 30 По-моему или 24 Поворачивает в сторону Дегуль Вот А что будет в недалеком будущем Я надеюсь что так будет Значит автобус пойдет направо Развернется под петлей И выехает По нижнему съезду По нижнему съезду Дублеру Алтойского шоссе Сейчас мы туда подойдем А вот это место Оно пока не задействовано Здесь шла железная дорога Которая без Кудникова Институт пути Про нее кстати недавно Интересное видео Есть На новом канале Курвили Курвили Курвиметр Не выговоришь Но это в общем Стас Который ведет канал Москвич на москвичах Советую как посмотреть В общем здесь Так все машина пройдет Здесь шли железнодорожные пути Вот где забор Куда они уходили дальше В сторону без Кудникова Здесь была станция Слобод Но мы не пролетали Значит мы едем на автобусе 380 Пока еще маленьком Потому что Я надеюсь Что когда произойдет реконструкция Вернее это точно будет Когда произойдет полная реконструкция Автодороги Поморская И там преобразная реконструкция Схема закреплена То То есть здесь надеюсь Запустят большие лиазы Потому что маленькие автобусы Уже давно не справляются С перевозками Я проехал 3 остановки Он уже был полный Насколько я знаю Водителям этих маршруток Запрещают маленьких автобусов Запрещают возить стоя Якобы штрафуют Я с водителем говорил Не знаю точно Вот Но там точно люди стояли Потому что ругаться с каждым пассажиром Которому нужно доехать Водитель не будет И будет рисковать Так Значит Получается Автобус уезжает отсюда Будем считать Что это уже не маленькая маршрутка А большой Нормальный полноценный автобус И туда он попадает Он попадает Вот на эту дорогу Которая Почему-то Даже не намечается Никакая реконструкция Хотя было бы логично Чтоб оттуда автобус Мог спокойно повернуть Значит А другу вот тут срезать За Где Роснефть Чтоб он мог спокойно Повернуть в эту сторону И дальше уйти В сторону Детабриф Сейчас мы подойдем туда Посмотрим Уедем оттуда Это у нас Дубль-Урал-Тухисского шоссе В сторону центра И здесь мы должны повернуть На большом автобусе Под углом где-то 45 градусов Относительно этой дороги Сделать ворот направо Но как водитель автобуса Я скажу Это уже сложно Особенно если тут еще Встанет пара машин То это будет невозможно Ну мало того Что уже в любом случае Придется выезжать На встречную полосу Так Но здесь никаких работ Не происходит вообще Вот этот угол Надо явно срезать Как-то Вот так вот По минималкам Каким-то возможным По участку дороги Восле заправки Роснефть Все оказалось Намного интереснее И узнал я об этом Лишь дома Заглянув на форум Руацру И как видно из схемы Здесь будет большое Круговое движение Заправка Заправки не будет И также Кроме Поморской Улицы Левее пойдет Дорога Довольно-таки широкая Через промзону В сторону Носоразжигательного Завода Вот здесь сохранился Плакат Интересный Это про сроки Про сроки Которые я всегда говорю Про сроки Лучше не спрашивать Когда что Сейчас оканчивается Окончание строительства Реконструкции Этой дороги Тут проектируемые Проезды И Поморской улицы Трын-тын-тын-тын-тын-тын-тын Второй квартал 24-го года было В итоге его исправили На второй квартал 25-го года Вот интересно Исправят ли его Во втором квартале 25-го На второй квартал 26-го Так Это Поморская улица На которой идет Реконструкция Не знаю Где сейчас мы пойдем Дорог как всегда нету А нет Есть Есть Так Здесь идет сейчас Прокладка коммуникаций Вот И тут были ямы Которые глубиной Наверное метра Три Или больше Глубиновой Там можно пару этажей Жилых построить Под землей было Вот Поэтому Ширина дороги Здесь была Очень широкая Тут никогда не ходило Столько транспорта Чтобы делать Такую широкую дорогу Здесь полноценных Два ряда Еще можно было Наверное Припарковать машину Легковую В каждую сторону Так Идем дальше Самое Самое Интересное Что вот Эта широкая Дорога Поморская улица Она должна будет Переходить Почему-то В очень Зауженную дорогу Которую строят С нуля И которая В общем-то Позволяет Построить дорогу Такой же ширины На ценах Два ряда Плюс два ряда Превращается В дорогу Один плюс один Но это мы сейчас увидим А не знаю Включу ли это в свое видео Небольшая просто Такая вставка Пока иду Алтойское шоссе Где-то 70-е годы Она представляла Свою просто Узкую дорогу От каких-то поселков От одного До другого поселка Там От поселка Владыкино С какой-то небольшой Там промзоной Потом до Вот этой зоны Кстати Это бывший Какой-то гулаг Вот И Началось строительство Эстакады Когда уже были Планы по застройке По застройке По массовой Алтойского шоссе Это была середина 70-х годов И там построили Вот эту Насыпную Насыпную Эстакаду От которой проходили Сразу две железных дороги Одна железная дорога В промзону Медведково Которая действует до сих пор И До станции Медведково Она работает И там По пути Ухоженные Там работают В общем туда загоняют поезда А вторая ветка Вот про которую я говорил Обискудниково Институт пути Которая была В общем-то Первоначально Далася на островской Шахадил Еще При царе Которая была Николай Когда шло развитие Железных дорог А станция Слободка То что я помню Это то что рядом С самой эстакадой Где проходила Железная дорога Первая станция Там было Там был Там был Яблоневый сад Который шел До Который шел До Березовой аллеи Фактически Там где метро депо Владыкино Там тоже было Там тоже были По территории ГУЛАГа Вот по-моему С каналом Даже связано Хотя могу ошибаться По памяти Трудно Помню Так И дальше Алтуйское шесо Шло такой же Маленькой дорожкой Петляющей До Рабочего поселка Который У Бескудниково С этой стороны Там старые Кирпичные дома Где Которые вроде Собирались носить Там что-то Что-то В итоге оставили Когда стакаду Стали делать Вот И дальше Уже Она доходила До Кольцовой автодороги Которая в 60-м году Стала границей Московской Москвы Москва Разделять Москву Ну вообще Все раскопано Что интересно Они гнали До дня города Тут все шумело Все Тракторов было Фиг знает Сколько Экскаваторов Машины Все Что-то делали Что-то копали Что-то шумело Сейчас Я не вижу Ни одного Рабочего Все Ни у города Не успели сдать А дальше Торопиться нечего Дальше уже Второй квартал 25-го года Тогда и подумаем Когда мы Задим эту дорогу Так Сейчас Впереди у нас Савеловская Железная дорога И Мост Мост Пешеходный Переход Я бы сказала Который ведет Со стороны Алтухева К домам На Дубнинской Улице Очень удобный Кстати Распределив Положение Очень удобно Этот мост Появился Тоже неспроста Потому что Когда-то Тут Тек Ладыкинский Ручей И Насколько я Помню По памяти Как Така Вот Не там Не построили Эта промзона Вдалеке Еще где-то Проскальзывало Русло Временами Этого Ручья Ладыкинского Сейчас Не знаю Сейчас Только по весне Собирается Там вода Течет У нас Со стороны От 800-летия До До Яузы И Впадает Кажется У дома Номер 6 Там Где Алтуфевское Шоссе Уходит На мост И боковой Съезд В сторону Метро Владыкина И вот Само Внизу Там Видно Примыкание Вот этого Владыкинского Ручья Но там Не знаю Что Туда Уже Сливается Там По-моему Грязь Одна Течет Так Вот Это Уже Новая Дорога Проективный Проезд Не имеет Значения Сейчас Мы по Нему Пройдем Так Тут Тоже Что-то Раскопали Сейчас Мы Зайдем Переход Который Должен Быть Реконструирован В рамках Реконструкции МЦД-1 Третьего Четвертого Пути Так Но Поскольку Вы видели Что Когда этот Третий Четвертый Путь Появится Никому Неизвестно Вот Хотя Уже Построили Два Моста В районе Водников Через Канал Там И через Еще Там Какое-то Ответление Во Водяном Так Вот Здесь Пока Вот Так Вот Да Кстати Вот Этот Мостик Должен Был Течь Это Водокинский Ручей Но Который Как видите Его Просто Не Существует Честно Дальше Он должен Уйти В трубу Так Его Немножко Отремонтировали Потому Что Здесь Были Поломаны Поломаны Поручни И плюс Еще Был Наклон Большой В эту Сторону И Когда Зимой Тут Была Был Лед То Можно Съехать Туда Электричко Курбцаде Один А вот Перед нами полоса Отделенная забором Которая отделяет Железную дорогу От Живой застройки Дом 16 Курбц 6 Кажется Так Здесь Должен пройти Третий Четвертый Путь Но Во всяком Случае Этот Забор Сооружен Именно По Третий Четвертый Путь Который Дальше Должен Ити Туда В ту сторону Да Когда он пойдет Неизвестный Так Керамический проезд Кстати На рендерах Которые Были нарисованы По поводу Конкурса Дегунина Вот здесь вот Проходит дорога Продолжение Керамического проезда Пока здесь Парковочная дорога Но По рендерам Она идет Вот именно В ту сторону До Разворок Кругов Которые У платформы Дегунина Вот Ну Я думаю Сейчас Переживать По этому поводу Нечего Дороги Вряд Не будет В ближайшее время Так Мы идем назад Что я хотел рассказать Еще Керамический проезд Керамический проезд Я еще помню Такой интересный момент Когда не было Этих 17-этажных домов Которые стоят Дальше Вот эти дома Заканчиваются 16-18 20-20 Башня Все Дальше там домов Не было И посередке Между Дегуниной И Бескотникова Была куча глины Заезд был Слава Богу Вот Какая она Бесшумная Сейчас расскажу Короче там были Кучи глины Которые возили Большие самосвалы Кразы Которые дымящие Страшные И они возили Там Трактора Складывали эту глину Наверное С пятиэтажный дом Там были Кучи здоровые Огромные Кучи Дорога Дорога Там была Разбита Которая Идет Как бы 800-летие Тоже Немножко По-другому Трассировка Была в то время Не такая Как сейчас Первый участок От Бескудникова До Дубнинской Он примерно Был такой Там упиралась ГАИ И дальше Дорога уходила Чуть левее Там еще есть Одна дорога Она сейчас Проезд какой-то Или перевод Не знаю Так И вот эти Кучи Кучи глины Там стояли Печи По производству Керамзита В общем-то Глину эту Загружали И получали Керамзит Шарики Такие легкие А когда-то Давно Еще 1900 Что ли В 900 Году Ты сиди Там был Кирпичный завод Он был Не единственный Тут было В округе Бескудникова Три завода Как минимум Так Ладно Идем по этой дороге Значит Проезд Проектируемый Если поехать туда То мы там Упремся В забор Потом повернем Направо И выйдем Опять на Вот По зданию Мы выехали Опять На Поморскую улицу Поэтому Здесь как бы Круговое движение Вот А мы значит Вот с той широкость Поморской улицы Поворачиваем сюда И что мы здесь видим Мы видим Зауженную дорогу Очень заужена Ну понимаю Что здесь повесят Знаки Остановка запрещена Наверное Тут два Больших Две больших машины Ну да Они разъезжаются Разъезжаются Но если какая-то Случается авария То здесь все встанет Почему здесь Заузили Когда Ширина позволяет Два больших Тротуара Огромных Тротуара Плюс еще полоса Между тротуарами Здесь вот За счет этой полосы Можно было сделать Вполне Дорогу нормальную Два плюс два Ну ладно Какие-то планы У них есть Так И опять же О чем разговор Разговор о том Что стройка заброшена Вот ее гнали До дня года Тут все Что-то шумело Крепело Тут десятки рабочих Десятки Единиц техники Работали Рабочих Не знаю Сколько Ладно Но И в итоге Вот все больше В таком Подвешенном состоянии Здесь должны стоять Столбы Трубы Должен быть Грунт лежать Трава должна быть Посеяна Вот это Забор Который Огораживал Закрытую территорию Потому что там был Тоже забор И там был забор А вот на этом месте Стоял На этом месте Стоял Ангар большой И почему-то К нему заезжали Не с этой стороны А вон с той А там была Очень узкая дорога Поэтому пустили Маленькие автобусы Потому что Большой автобус Любой Даже Лиаз 4292 Который Меньше Там На несколько метров Дольшого Лиаза Он уже здесь Не мог бы Развернуться Там не было Разворотного Круга Маленькие машины Еще Умно Двигаются Как-то Развернуться Вот это Поэтому Поэтому Основные работы Которые По укладке По укладке Вот этих Коммуникаций Подземных Стоки Вот эти Всякие Они самые сложные Сейчас уже Осталась фигня Столбы поставить Заасфальтировать Дорогу Нанести Разметку Дорога Там Готова Уже Все Ее можно Открывать Почему Ау Куда все Пропали Доделайте Дорогу Пустите Большой Автобус Так Здесь Замок Это Рыбоперерабатывающий Завод Кажется Еще Там Одна достопримечательность Это Мусоросжигательный Завод От которого До ближайшего Дома Не знаю Сколько Там метров 200 Может быть Нет Но Его закрыли Когда Пошла Глазность Перестройка Народу Дали пошуметь Немножко Недолго Правда Вот Далось Этот завод Закрыть Слава Богу Потому что Говоришь Что Онкология Тут Повышная А Да И Про Керамический Проезд О Два Рабочих Нашла Цена И Про Керамический Ой Кстати Там Автобус Разворачивается Вот Видите Как Он Разворачивает Большой Автобус Не Смог Развернуться Это Старая Дорожка Проектируем Проезда Так Мы Расследовав Автобусная Остановка На первой Это Значит Автобусная Остановка С одной Стороны Платформы И Там Будет Наверное Там Будет Еще Наверное Где Первый Вагон Центр Будет Еще Наверное Остановка Так А Сейчас Мы Уходим С этой Дороги Мы Нашли Целых Двух Рабочих И Две Единицы Техники А Нет Три Даже Один Самосвал Второй Самосвал Один Экскаватор Во А тут Я Напомню Было Десятки Тут Работало Тут Не Сочетать Я как-то пробовал сосчитать Мне это не удалось Так Мы возвращаемся К МСД-1 Так Ну вот И здесь Должен был быть Конкорд Конкорд Который должен был идти С площади С той стороны Площади Делаем Несколько С площади И через Звездорожные пути Ну да На этом месте Были гаражи Которые Снесли И сразу На их месте Образовалась Свалка стихийная Очень быстро Фото Проектируема Проектируемая проезда Вот этой Не было Дороги И вот В этом месте Между путями Которые идут Грузовые пути Вот эти Грузовые пути Которые По которым Ходят Грузовые поезда В сторону Окружной железной дороги НЦК Так И вот На этом участке От этого пути Он так останется на месте До этой дороги Будет конкорс стоять Ну Начинаться Или заканчиваться Не столь важно В общем-то С какой стороны смотреть Конкорсы Прикреплены В принципе Стандартные конкорсы У них уже он разработан Должен стоять Должен стоять Должен стоять Потому что Когда все это будет Никому не здесь Сейчас мы перейдем В сторону пути Я буду объяснять Потому что там будет Более понятно Так Смотрим В сторону Бесконикова Это у нас Вот эти Технические пути Для грузовых поездов Они остаются Дальше На этом месте У нас идет Путь Который под МЦД Потом идет Одна единственная Странная платформа На которой будет спуск С Конкорса С Нового После Идет второй путь Которому идет Электричка в центр К тому пути Электричка в центр И дальше С этими Вот с этими рельсами Будет еще два пути Которые Экспрессные пути Третья и четвертая путь Вот они практически Пройдут вот Где-то здесь Они пройдут где-то здесь И пойдут И пойдут По сторону Про то, что Третий-четвертый путь Открывали Хачу-Дуба Но там всего два моста А нужно еще два моста По Третий-Четвертый путь Но их не стали делать Если бы у них были планы Открывать Они бы сразу сделали Потому что когда начнется Строительство Третьего-четвертого пути Если оно когда-то начнется То придется Хачу-Дубу Опять Постоянно вырубать Движение там А люди уже будут привыкать К этой дороге Наверное Пока там более-менее спокойно И получится Что дорогу опять будут Постоянно перекрывать Так На ту сторону Ну давайте на ту сторону Вернемся Ого У нас идет Аэроэкспресс Ура Так Сейчас мы пройдем По новой дороге немножко По узкой Новой дорожке пройдемся Что-то она здесь еще Ужас стала Может я все-таки Здесь немножко разведут Улево-вправо Нет, такая же Она вся такая здесь узкая В сторону Поморской смотрим А это в сторону Мусоросжигательного завода Где дорога повернет налево Так, здесь тоже будет Автобусная остановка У первого вагона Хорошо, две автобусной остановки Так, вот где сейчас стоит Маленький маршрут 380 А тут мы начали Ааа Наш вояж Ну да Самое интересное В общем-то Кроме двух рабочих Больше никого не видно Интересно Этот выйду Нет Никого больше Здесь нету Все Все брошено Так Мне оставили Небольшую лазейку Ой Сейчас мы пойдем туда С этой остановки Мы начинали Наши видео Сейчас немножко пройдем В сторону Мусоросжигательного завода Мусоросжигательного завода Но недолго Да, вот Интересно Значит, закончивается проезд У Дегунина, да? Вдоль Дегунина И дорога И дорога опять Как-то сразу Становится шире Намного шире Она уже здесь По ширине Наверное, как Поморская улица Так, здесь тоже Все брошено Никого не видно Поэтому туда я дальше Не пойду Потому что с автобуса Я уже видел Там ничего не происходит Там тоже так же Где-то кусками Укладывают бордюры Дорогу там Не видно Чтобы Слишком расширяли Поэтому там Полтора ряда Практически Ну, в общем, все Тема закончена Ах, да Я забыл сказать Про керамический проезд Пока там был Этот керамзитный Этот завод Вокруг которого Были, кстати Шанхай гаражи Стояли Которые снесли первыми Еще до того, как Не знаю, какие-то годы Наверное, начало 80-х Попец сглазки Стасли Наверное, тогда Когда приняли решение Застравить керамический проезд Да, оснатели Вот И там вообще Там такой Шанхай Был именно В чистом виде Шанхай Вокруг вот этих Куч, которые Глины Вокруг глиняных куч А остальные Зеленые гаражи Они уже появились Где-то в 90-х годах Намного позже Уже дома Уже Начали застраивать Или уже построили 17-этажки Вот А пока был Керамзитный завод Ай На окнах На окнах И с этой стороны И с этой стороны Путевого проезда Были окна все В коричневой пыли Просто Слой пыли Лежал коричневый От этой От этой глины Печеной Которая ветер Разносил В общем ужасом Поэтому сейчас У нас тут Обстановка Вполне приличная Мусоросжигательный Завод закрыт Керамзитного Завода нету Что еще тут было Овощебаза была Вонючка Которая капустой Дневой пахла Тоже закрыта В общем сейчас Вот хороший район Еще при СНЦД Вообще замечательно Приезжайте в Дегуньи